добрый вечер друзья вы видите как начинает потихоньку темнеть но может быть вы не так видите камера вытаскивает свет вытягивает но в общем-то темнеет и сейчас у нас боюсь соврать тут машина непривычная где у нее часы тут не найдешь в общем где-то пол восьмого так и догадывать и темнеет пол восьмого значит что еще сказать был у меня урок сегодня с утра я рассказывал об утренним репортажем урок на тему о поиске работы и эта группа full time это та самая группа которая собирается в основном из приезжих и она такая быстро проходящие 9 недель идет и там у нас в в общем скоро еще одна будет 13 октября следующая будет ей на смену вот а и в этой уже кое-кто там даже несколько человек работает кто-то уже там куда-то на практику угодил такая группа значит вот динамичная и мы сегодня с ними разговаривали я думал честно говоря ну так как бы опасался потому что придешь вот так полгруппы нету подождая обычная ситуация так приходишь полгруппы нету а тут прямо я не а то ли они наши видео насмотрелись то ли чего и значит толпища целая даже там из других групп парочек подошли кто-то мужа привел кто раньше учился в общем так хорошо так народу было изрядно мы пообщались мне кажется очень плодотворным с утра вы помните у меня шапка такая молдавская была она лежала в машине вот я с утра ее нацепил на голову ну чтобы донести до офиса обратно что не в руках же внести я ее нацепил иду и там начать девчонки такие симпатичные идут на урок и я им девушки говорю угадайте что это за шляпа за шапка такая кушма как мне говорят называется прям как кучма кушма и они и одна девушка так смотрит на меня можно сказать совершенно без зазрения совести и горит эта шапка готова молдавская внутри у нее норка и я как чувствовал я и говорю наверное вы видео смотрели она говорит да вот такая вот молодец смотрит наши видео про шапки все знает ну что еще сказать в этой группе у нас после возвращения из киева но может быть не только киева я не за там гуляла по украине жена блогера хвостовича ольга и начало вернулась и мы говорим ну давай в общем набирай обороты вот иди она примкнула к этой группе там с ними сидела вот мы с ней во время урока можно сказать общались по теме уроков я ее время там ты самое подкалывал можно сказать хорошем смысле вот она пересела на первую парту даже такая вот очень старалась очень красивая была так нарядная такая ее там продула она сидела под кондиционером на третьем ряду ее продула и она пересела на первый ряд так что мы можем сказать что блогер хвостович пусть не волнуется в общем девочка молодец сегодня будет хорошо что еще нам сказать я что-то устал честно вот пять часов вечером в субботу понедельник пять часов с утра во вторник нет среду я здесь и вот сегодня тоже пять часов и что-то я устал и даже пять часов меня не получилось то что еще полчаса лишних там продержал потому что мы важные вещи обсуждали хороший разговор был мне времени не хватает не хватало знаете когда аудитория слушает то там со всех сторон там дополнительный материал какой-то идет было время когда мы восемь часов обсуждали как искать работу но тогда не было практики они сразу шли на фронт знать как с парада и прям на передовую вот а сейчас они на практику идут поэтому сколько ты им не рассказывай про поиск работы она все куда-то там затеряется пока не через три месяца там соберутся поэтому я записал на видео у меня есть видео 4 там ну и одну лекцию мы все равно делаем чтобы они понимали что к чему и плюс мы все-таки готовимся к тем интервью которые на интерншипы это тоже важное интервью и там тоже надо готовиться поэтому вот этот такой урок у нас хорошо не знаю что то я не знаю чего я устал то было время я гораздо больше мог вести совершенно как-то даже не чувствовал наверное все таки я становлюсь старшим и это сказывается а может быть витаминов не хватает я вот думаю может бы тебя витаминов недоупотребил да интересный вопрос надо попробовать витамины какие-то натуральные клубнику какую-нибудь есть может с грядки что еще сказать мы смотрим с ними с ребятами во время урока мы смотрим с ними на рынок труда со стороны рекрутера и я хочу сказать сейчас какое-то затишье с точки зрения вот резюме которые есть я делаю с ними поиска мы смотрим какие резюме что резюме чего резюме нету резюме особо ну то есть вот я как-то привык говорить что вот кремниевая долина такое место где с одной стороны спрос большой с другой стороны и в общем то есть предложение хорошее но вот особенно вот в этой нише где мы работаем то есть как бы более-менее начинающих таких ну грубо говоря там 30 долларов в час плюс минус пятерка вот вот в этом диапазоне ценовом а сейчас я смотрю что-то совсем плохо с резюме то есть есть какие-то но очень мало и меня-то это интересует вот допустим насколько сложно закодировав профайл правильными ключевыми словами насколько сложно попасть там в тройку в пятерку там за один день за неделю за 30 дней когда поиск делать и что-то мы так вот посмотрели сегодня во время урока и получается что довольно простенько сейчас все это делается просто мало народу и те резюме которые есть те профайлы которые есть там процентов на 80 это ребята которые раньше учились там и пять лет назад и три года назад они не конкурируют с теми кто только что закончил там и суммы другие опыт совершенно другой но новичков сейчас нам на рынке почти нет даже не знаю куда они подевались все и резюме я последнее время много не делал вот они так приходит там по одному по два в день но это не так много я не знаю ну поглядим вообще это волнами тоже вот допустим компания там есть компании будут там по 10 практикант и они так в течение недели допустим все десять могут прийти за резюме так бывает но все равно они не выходят на рынок все одновременно поэтому так сложно еще у меня такая большая эпопея делать резюме для онлайнового класса когда в онлайном классе было там 15 человек я мог там за два дня сделать им всем резюме а сейчас у меня их 125 и я уже штук тридцать сделал и каждую свободную минутку я там но не минутку мне нужно минут 15-20 на такое стандартное резюме а бывает чтобы и гораздо больше там когда начинаешь ковыряться чем вот я уж так чувствую полчасика есть раз побежал какой-то резюме сделал я уже штук тридцать делал и нас десяток еще там у меня ожидают мы приближаемся потихонечку приближаемся к окончанию класса у нас еще месяц но уже люди на рынке мы уже каждый урок смотрим там как они себя чувствуют я думаю что еще может быть пару недель и уже там какое-то их количество будет работать странно это все конечно вот так даже я я понимаю людей которые со стороны смотрят и говорят не может так быть явно и тут не вся правда чего-то там скрывают или что-то я думаю тоже там неужели вот так все то есть вроде бы сами то и делаем как-то действительно с другой стороны сейчас такая экономика так все настолько людей не хватает и я думаю что ситуация могла бы сильно отличаться если бы два года назад все-таки приняли вот ту реформу иммиграционную которая позволила бы сейчас там по 200 тысяч рабочих виз делать в год был бы совсем другой разговор то есть уже бы привезли бы лишних там 300 тысяч человек ну или там 250 это могло бы сильно повлиять на рынок пишут что не хватает полмиллиона айти специалистов сегодня в сша полмиллиона но вот если бы они там скажем 250 тысяч подвезли значит уже было бы была бы не такая острая нехватка уж во всяком случае более такие синер позиции бы может быть позанимали обычно на начальные позиции не не везут на ищванды везут уже так более опытный народ надо платить больше такая вот такая история в общем пустеет немножко рынок может быть это из-за лета происходит с другой стороны я вот тоже замечаю у нас когда лето то меньше студентов а вот допустим к осени много вот группа которая началась в среду экспресс то есть дневная там запись в ее прекратили за месяц до начала группы то есть уже за месяц она была заполнена то есть народ как бы готовился к сезону так после летних каникул там и так далее заранее то есть за месяц уже уже укомплектовали мы считаем укомплектованную группу по количеству людей оплативших курс то есть сказать что я приду недостаточно надо заплатить на первый взнос сделать и вот мы по этим считаем так вот уже за месяц уже не было мест в этой группе так что может быть сейчас немножко активизируется посмотрим хорошее время вот я хочу сказать август начало сентября получается хорошее время работу искать меньше народу меньше резюме насчет спроса поменьше не становится нормально достаточно хорошо вот я сегодня делал поиск по кремниевой долине совокупно по ключевым словам которые в тайтле в названии позиции либо это QA либо это SQA либо тест либо тестер либо тестинг либо quality там несколько слов которые мы используем вот совокупно там было что-нибудь 438 позиции за три дня он он не разрешает делать за один день сейчас раньше можно было сейчас нет дальше можно только отсортировать чтобы видеть что было сегодня но тем не менее за три дня 438 позиции даже если половину отбросить неплохо получается то есть сказать что с работой плохо я бы я не могу вот такие такие дела ладно побеседовали и пора уже и домой сейчас скоро будем дома через пять минут так что я на этом месте с вами прощаюсь так дневник такой получается на работу ехал рассказал что-то с работы ехал рассказал да могу еще сказать что у нас блогер александр блэквилл который прибыл он немножко выпал из процесса потому что вот это его машинка fiat 500 там какой-то рекол на нее то есть надо где вершип ехать там что-то они меняют не знаю что в общем пока что вот разбирается со своим автомобилем и как-то так не очень пока к нам добрался у него очень много чего отснято материала всякого но он его не очень вешает потому что у него есть канал а он создал какой-то новый канал на на старом канале у него там три с половиной тысячи подписчиков он создал новый и всех приглашает туда подписываться вот со старого канала и ему нужно 500 подписчиков когда у него будет 500 подписчиков тогда он сможет забить себе отдельный url там со своим именем там я не знаю какой он там конкретно хочет но он ждет вот этого момента у него там 450 уже есть и осталось там не знаю чем полтинничек и вот тогда он начнет там нарезать и вывешивать все остальное у него с дороги он ехал через всю америку много наснимал и тут своим участием что-то снимал я не знаю там куда сидел но в основном пока не вывешивает а ждет вот когда будет вот тот канал и уже будет там но может быть сам расскажет я честно говоря не знаю почему видео с его там участием дизлайки какие-то вызывает то ли это неужели вот у нас на канале кто-то там так дизлайки ставит меня трудно даже представить но может специально кто приходит там из каких-нибудь грязных мест даже не знаю но по всяком случае во всяком случае я думаю мы его еще увидим на него интересно будет посмотреть он все-таки молоденький совсем и я не думаю что мы надо сильно учиться он он так много проектов сделал на ю тесте что мы наверное довольно быстро его увидим на работе ну или может быть на интен джипе хорошим посмотрим я ему уже сделал резюме вот так что он может вполне двигаться на рынок я думаю надо немножко просто себя прийти вперед вот наверное такой разговор и еще у нас есть девушка рамона которая у меня уже сидела на одном уроке мы с ней обязательно сделаем видео но если она не не откажется конечно я ее еще не спросил вот но так что друзья у нас впереди большие творческие планы и завтра мы идем на ланч с иммиграционным адвокатом светланы каф она нас софии пригласила на ланч потому что вывод видео с ней сделали такой успех там может сказать и какие-то люди обращаются дай им бог всем здоровья вот так что она так чувствует что надо как-то нас приветить и мы завтра пойдем с ней на ланч и может быть тоже что-то запишем я не знаю то есть это как бы зависит от обстоятельств так что я прощаюсь с вами друзья и до новых встреч